Небольшой, но приятный спецприз Насколько вчера сложно было работать вертолетчиком, сегодня они начинают трюкачить потихоньку Как те, которые как-то мне сын демонстрировал в видео Где показывали какие возможности одного из новых вертолетов в маневрах И он там просто летал, ну видимо по хорошо разведанному маршруту Он просто там в национальном парке летал между деревьями, петлял Как нужно чувствовать габариты, как нужно чувствовать размах винта Чтобы делая, причем на достаточно серьезных углах все эти виражи Тем не менее не творит бед и самому в беду в первую очередь не попасть Ну конечно, все те, кто работает вокруг гонки, должны быть супер профессионалами Никакие полумеры, никакие полуварианты здесь не должны использоваться И это как раз вот сейчас очень активно обсуждается В связи со всеми этими инцидентами с транспортом Не с воздушным сопровождением, а с мотоциклистами и с водителями машин Причем мнения высказываются прямо противоположные Многие считают, что в общем-то если мотоциклов по точкам расставить, чтобы они не носились вперед-назад То это будет лучше, нежели они вдоль пелотона периодически Потому что как правило беда из-за чего происходит Из-за того, что мотоцикл с тихого входа включает 80 км в час Это тоже не бог весть какое взрывывание Это не то, как байкер в городском потоке начинает разгонять вместо сигнала, вместо клаксона И его не замечают, а он на огромной скорости снимает гонщиков Сбивает, имеется в виду Ну и вот, отрыв нейтрализован за 13 км до финишной черты Дело сделано, сделано достаточно профессионально Человек с завтрашнего дня вернулся в основную группу Теперь увидим спринтеров сегодняшнего дня Помимо топовых фигур и явных фаворитов подобного упражнения Называли людей более широкого профиля, которые умеют сманеврировать, воспользоваться ситуацией Как то Морено Хофланд, например, из Лота Нидерланды Как то Сэмэл Беннет из Бора Аргон Всегда резкий итальянец Николо Бунифасио Которому не всегда удается сработать на себя Но вы же знаете, как для трека Загафредо закончился последний этап Джерди Италия И в очередной раз их главный спринтер Лучший спринтер в общем, но на сей раз дисквалифицирован на туринском этапе В общем, конечно, такую пилюлю надо постараться подсластить Интересное сочетание возможностей у Деррела Импи южноафриканец Обладает и спринтом И в данной ситуации он может считаться одним из двух финиширующих гонщиков Вместе с Герренсом у австралийской команды Но они просто не на таком уровне, как Кристоф и компания И при этом у него какой хороший вчера был результат в прологе И в прологе у него всегда все хорошо, но в прологе обычном В прологе городском и равнинном А тут, оказывается, и в гору он тоже очень даже тянет Скорость подачи по улинию Вице-чемпион Олимпийских игр 2004 года Соавтора победного отрыва Спалобеттини На финских горбатых улицах Возрастной, но во-прежнему очень и очень тяговитый португалец Заставляет пилотон лететь на крыльях Ну а вы видите, что Квято сегодня чувствует себя очень хорошо Квитковский дышит носом Его полосочки в напоминание о том, что он экс-чемпион мира В Понферраде недавний Видны в кадре тоже без всякой лупы Ну и снова мы отмечаем все же, что поток, кстати говоря Менее компрессированный с французских гонок С гонок осошных, как говорят И на Tour de France, наверное, HD будет больше всего соответствовать этому понятию А так зачастую хосбруткастеры то, что отдают Это весьма относительное высокое разрешение А иногда одно название только остается Ух, как натянули струну-то Посмотрите, что творится там в глубине группы Струну натянули и натяжение не сбавляют Альберто Контадор сейчас едет, по сути дела, командную гонку на колесе У теньковских гонщиков и чувствует себя в максимальной безопасности Максимально уверенно А Контадор из числа тех, которых очень редко выдувает Если вообще выдувает Несмотря на свою легкость, он выдает такие ваты Что и в одиночку во время длительной протяжки Может и сам даже провести, а не просто посидеть на колесе Продолжая список второстепенных, но очень неплохих спринтеров Которые в состоянии при определенном раскладе И при сумятице среди топ-фаворитов Выхватить что-нибудь свое Ну, Дюмулан на сей раз настоящий На сей раз тот, который от рождения Дюмулан Самуэль Дюмулан, о котором, может быть, подзабыли И который всегда соперничает с Пуличино За звание самого компактного гонщика гонки То или иной На сей раз под Сувиво в составе нет Ну и, разумеется, вне конкуренции Его товарищ по команде Их пути причудливым образом Сошлись в Ажиду Зарле Мондиаль Ну и пока Кофедис немножко оттянут в глубину Кофедис, который за 20 лет Участия в этой гонке 20 раз поднимался На высшую ступень пьедестала почета Не так часто во время спринтерских развязок, правда Но сейчас у них есть Буани Буани, который блистал в прошлом году на этой гонке И он сейчас после пикардии в хорошей форме очень И поэтому команда в нем уверена Любимцем публики ему никогда не быть В силу своего пакостного характера Ну и обратите внимание Что здесь с изменением направления движения И как следствие изменения направления ветра Запахло эшелонами на такой высокой средней скорости Ямсайклинг Команда закрывается Но у каждого гонщика ведь Свои амбиции и желания продолжать И каждый хочет себя продемонстрировать наилучшим образом Копель у них с капитанским номером Представитель Латвии Сарамодинс выступает Под 177 номером в этой гонке Но пока, пока это идет развоз не под спринтеров Пока это идет контроль ситуации для генеральщиков И в принципе здесь драка Она есть Борьба жесткая Я не хочу сказать, что здесь все друг перед другом расшаркиваются Помня о том, что это не Гран Тур Но это чуть-чуть, на какую-то долю процента там может быть Менее опасно, чем на Джиро или на Туре Широченная С великолепным, как всегда во Франции, покрытием Да, нужно, конечно Опа-па, вот здесь аккуратно Особенно это касается тех, кто задумывается, куда же им ехать Некоторые от греха подальше уходят Обтекать вот этот элемент дорожной архитектуры И через этот разделитель приходится еще и прыгать и подтормаживать И они теряют одним махом по 20-30 позиций Но если, скажем, их позиция, их окончательное время И потеря там 20-30 секунд В итоге, если они поймают дыру Не важна Для командных шансов в целом Дой бог с ним Ару немножко нервничает Видно по тому, как он выскакивает из группы И не сидит практически при этом уже тогда на колесе Лулу Санчи сделает свою работу стабильно Грузьев просто экраном фактически защищает тылы Фабио Ару Он примерно вдвое больше, наверное Кстати говоря, от него некоторые рецепты Профессиональные, годящиеся и для любителей И вы можете получить, заглянув на Ютубовский аккаунт Его команды Недавнее интервью И серьезное настроение у трековцев Серьезное это да Это все правильно Но не нужно Слишком взвинчивать темп Не нужно Ситуацию еще больше стимулировать Потому что В этом случае Сами же и наедимся Напоминает Фумюки Беппу Его товарищи по команде Очень трудный развод сейчас Стэнер, конечно, махина Ему не привыкать Так, начинает постепенно поезд Дегенкольба формироваться Вы видите по правому флангу основной группы Там их пять человек Едино Плюс еще пару человек могут встроиться Через какое-то небольшое время И Хага, и Деко Все уже вперед выдвинуты Не побоялись побороться с ветром И благодаря этому вышли вперед А вот сейчас под скат скорость Пошла уже заскаливать Играет фокусом камеры И фокусным расстоянием камеры Оператор сейчас, давая совсем уже крупный Пугающий крупный план Потому что на таких скоростях Вообще на самом деле быстро Близко к группе находиться не стоит И Интересная ситуация Что решили трековцы За пять километров до финишной черты Развалить группу Но очень широко на самом деле Слишком широко И это всегда слишком небезопасно На такой высокой скорости Возможны перестроения Возможности маневров Группа практически не вытягивается Вы видите сейчас в самом широком месте Примерно в 10 гонщиков Шириной она На всю дорогу Но нужно учесть, что дорога Все-таки по-прежнему Изобилует Изобилует круговыми развязками И так 4 километра Или 1300 метров До нейтрализационной зоны До зоны, которая отсекает генеральщиков По большому счету Катюша из глубины в разрез Выходит развозить Кристофа Но и слева, и справа Гонщики, естественно, смыкаются Почти вплоть до касания У некоторых были сегодня Экшн-камеры смонтированы Пока в прямую трансляцию Ничто не выходило Но, может быть, записи Каким-то образом будут задействованы Например, во время завтрашней Прямой трансляции Потому что здесь, вот как правило Это еще особенно При таком ярком солнечном освещении Выглядит Весьма пугающе По-хорошему Кантадор немножко провалился От первых рядов сейчас Но его главная задача Не посыпаться сейчас И не проколоть что-нибудь там За оставшиеся полкилометра А потом сесть в группу И дальше просто, чтобы В этой середине группы Не произошло большого разрыва Самого по себе Просто по темпу Все помнят, что такое зона нейтрализации Тем не менее Для новичков Мы всегда должны Об этих вещах тоже говорить Фрум близко Кантадор чуть дальше Но по-прежнему тоже довольно близко Бусана Хагена Посмотрите-ка Он тоже здесь И Хаген В принципе финишер очень неплохой Особенно если группа небольшая Или особенно если ситуация вышла из-под контроля Так что о норвежце тоже не забывайте Благо его опознавать довольно легко По его майке Чемпиона Норвегии Которая маскирует его немножко под гонщика BMC Превращая его из гонщика Dimension Data Орика немножко провалилась Но тем не менее Держится более-менее близко Вместе с Герансом впереди Два с половиной километра до финишной черты Но не сбрасывает темп тот же самый Ричи Порт Как вы видите Да и гороховая майка Гороховая майка наоборот Но тоже хорошо опознаваемая Фрумовская Также довольно близко Причем такое ощущение Что Фрум поехал финишировать даже У Скай есть могучие финишеры Но не резкие Тот же самый Стэннер Вряд ли сейчас Отфиниширует настолько уж жестко Некоторые поздавали смены Сейчас вот кто-то из Кафедиса Там работавший на Буани Ушел назад Создав приличные проблемы Может быть у него какая-то техническая неувязочка Но по внутреннему радиусу Он практически остановился К счастью все его миновали По-прежнему По-прежнему извоз Криса Фрума Сейчас на переднем плане На втором плане Ближайший преследователь Это Катюша с Кристофом И вы видите Насколько тут в данном случае Ну это не магнетизм Это не общий язык А это просто хорошее знание Друг друга За пределами даже больших гонок Хаген вы видите Постоянно пасет Кристоф И атлетических возможностей Агрессивности Бусану Хагену вполне хватает Чтобы Никого не пускать На колесо К соотечественнику Ну а тут еще Очень не вовремя Медленный поворот Который Заставляет Погармошить Немножко группу И те кто был Не в голове Вынуждены были разгоняться Со слишком Тягостного такого хода Смотрим Буани Буани близко Луценко полез в бой Мы помним Конечно Соло Алексея Который выиграл В блестящем Индивидуальном стиле Этап Парижница Но здесь Немножко другой Расклад Немножко другой Подъезд И после железки После железной дороги Со всех сторон Его обтекли И пошла скорость Добираться практически До максимума Смотрите какая драка За позицией уже Головами Вот так бодаться нельзя И я думаю Что и Катюша Несокофедисовец Получат все-таки В протоколе наказания Смотрите что делается Какая драка И Кристоф все-таки Естественно В весовой категории Ибо они не уступают Ибо они Этот боксер Во всем и всегда Даже не локтями А головой Постоянно бодается Это делать совершенно зря Потому что Наверняка будет наказан И вот это вот Раскачивание велосипеда Чрезмерное Тоже очень опасное Но он рвется Рвется в разрез Выходит на первую позицию И оказывается На финишной черте На пол велосипеда Практически Ближе чем все остальные И быстрее Продрался просто-напросто Из глухой коробки Назер Буани И одерживает Свою третью победу В карьере На этапах Критериума Дуфине На грани касания Много раз И сколько раз Вы вспомните Он падал Он сам рискует Запредельно Он сам бьется Очень солидно Кристоф не был готов До такой степени риска Доводить ситуацию И ушел в глубину Ну и посмотрим Вторым был Де Бюзере Но Де Бюзере Подъехал и Поздравил Француза с этой победой И в данном случае Конкретно со стороны Бельгийца Претензий не было Чрезвычайно эмоционально Вот у него Только и у австралийца Еще более компактного Австралийца Юэна Но они оба Маленькие такие Спринтеры Вот такая вот Манера Когда в зубах Фактически уже Руль Когда до такой степени Завалены плечи Коллеги из Global Cycling Network Даже пытались это воспроизвести Тоже неплохие Квалифицированные Велосипедисты Ну и дальше начинаются Начинаются вот эти Боксерские движения Обработка Боковыми ударами Воображаемые груши Ну и кстати В ОФП Экс-боксер Насер Буани Использует В качестве подготовки Бокс по-прежнему Довольно таки часто Субтитры создавал DimaTorzok